Если плохому танцору мешают яйца, значит, яйца хорошего мешают балерине. Роман Трахтенберг мог за деньги пойти практически на всё. Однажды во время шоу он разрешил гостю побрить всё его тело. Вроде за 10 тысяч долларов он когда-то там это сделал, и потом ходил к тебе всё чашу, всё отрастает. Эпатаж — это было его. И это эти пошлые шутки. Но на самом деле он вот таким пошлюком не был. И хуй бы вы меня после этого нашли. Трахтенберг, конечно, никакой не Трахтенберг. Его настоящая фамилия — Горбунов. Трахтенберг — это просто псевдоним. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «*** гора», как вы подумали вначале. Пошлое для русского уха звучание этой фамилии как нельзя лучше подходило к работе Романа. Зрители были уверены, Трахтенберг не только на сцене, но и в жизни был извращенцем и пошляком. Но это была маска Романа, которую он осознанно выбрал, и которая потом прилипла к нему навсегда. Пошляк — это был человек острый, артист за гранью, но ни в коем случае не тупой, ни в коем случае не глупый. Иначе бы, еще раз говорю, он не был бы Романом Трахтенберг. Родился Трахтенберг в интеллигентной ленинградской семье. Мама — стоматолог, отец — директор Дома культуры. Сам Роман окончил Институт культуры, факультет режиссуры массовых мероприятий. В 1999 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Возрождение традиционной культуры средствами фольклорного творчества». Он безумно начитанный человек, и вот всегда он... И меня заставлял тоже, он говорит, почему тебе не нравится этот писатель? Я говорю, ну я вот начал читать, мне не нравится. Для того, чтобы ты мог сказать, что он тебе не нравится, должен прочитать все. Как же такой образованный человек стал главным фриком страны? Ничего не изменилось со времен Рабле. Развратно. Становится все более развратным, а культура все менее культурная. И только я являюсь воплощением эталона мужчин 21 века. Я толстый, ленивый и трусливый. Просто в 90-е Трахтенберг уловил влияние времени. На чем можно сделать деньги? Точнее, понял, у кого эти самые деньги тогда появились. Бандиты, новые русские и их гламурные подруги. Многие из тех, кто вышел из самых низов. Вот на ком можно было заработать. Трахтенберг первый принес на сцену мат, хамство и секс. Для него не было запретных тем. По сути, он стал первым стендапером России со знаком 18+. Это бывший клуб Хали-Гали. Когда-то заведение гремело на весь Санкт-Петербург. А все из-за того, что тут выступал Роман Трахтенберг. Такого никто раньше не видел и не слышал. Я смотрю на ваши сытые эпидиономии и вижу, как вам глубоко, все, что я вам только что сейчас сказал. Я на ваш счет и не обольчался. Официантки могли обругать гостя, швыряли в них тарелки, обзывали их по-всякому, а гости еще сверху за это платили, чтобы, так сказать, получить удовольствие и быть обруганным. Заведение пользовалось большой популярностью. Сюда специально из Москвы приезжали новые русские со своими подругами. Попасть на шоу к Трахтенбергу мог далеко не каждый. Идет мальчик-протезист, да, и говорит, можете достать мне билет в Хали-Гали? Я говорю, вы что, с ума сошли? Он говорит, да вы отставший человек, вы не понимаете всего этого. Я Ромке говорю, можешь достать билет? Там, говорит, 100 долларов стоят билеты, и там надо обязательно что-то покупать. В 90-е годы в кино, на телевидении и эстраде уровень пошлости просто зашкаливал. Если раньше певцы пели о любви, то теперь о сексе, не подбирая особо слов. Секс! Секс! Как это мило! Секс! Секс! Без перерыва! Секс! Секс! Как это мило! Секс! Повсеместно открывались секс-шопы, в переходах продавались газеты и журналы с голыми красотками на обложках. Все это совершенно не скрывалось. Наоборот. Что мы видели на больших экранах, да, условно говоря, что шло в прокате? Ну, вот там как бы голые девчонки скачущие, то есть это уже было, ну, повсеместно. В кино актеры стали повсеместно оголяться. Свои разные части тела демонстрировали Ольга Кабо, Лариса Гузеева, Анна Самохина и Татьяна Васильева. Даже гениальный Евгений Леонов запачкался ради денег. В низкопробном фильме «Американский дедушка» ему пришлось целовать голую грудь Екатерины Стриженовой и демонстрировать свою пятую точку. Сматривать за спящий – это подло. Завтра готов, сейчас спадам в постель. Он ушел из жизни вскоре. Ну, это просто человеческая драма, нужно было зарабатывать деньги. Появилась обнаженка и в музыкальных клипах. Пальму первенства в этом смысле держала группа «Нана». Клип про Фаину было сложно переплюнуть по уровню вульгарности. Пальма первенства в «Американский дедушка» Я думал, что будет легче. Но когда над тобой стоит режиссер, орет, два осветителя, оператор с камерой, и гример тебе не пудрит, а брызгает водичкой, как будто ты вспотел, и орут, чтобы я изображал страсть. Сложно. А Николай Фоменко вел передачу «Империя страсти», где участники, проиграв конкурс, должны были раздеться до гола. Ничья во втором туре «Империи страсти». Они снимают себя по пять предметов. Поехали! Можно было придумать и выдать в эфир абсолютно все. Благодаря этому многие из нас в 90-е годы стали демонстрировать бордель на маргинальном канале, включая даже телефоны героинь ночных шоу. Даже так было. И Роман Трахтенберг был королем этой пошлости. Очень скоро он стал местной знаменитостью. У него появилось много поклонников, и особенно поклонниц. У него не было отбоя от девушек. Они его очень любили и вешались на него гроздями. По пять человек сразу. И Трахтенберга совершенно не смущало, что дома его ждала жена, Елена Романова. Они познакомились в Институте культуры. На третьем курсе пара стала жить вместе. Но до ЗАГСа так и не дошли. Это был гражданский брак. Причем против штампа в паспорте была Елена, а не Роман. И даже рождение в 1994 году сына Льва Давида не изменило эту ситуацию. Он действительно ее любил. Ничего не могу сказать. И к нам приходил и говорил. Представляешь, я ей предлагаю записаться. Она говорит мне, я жду принца на белом коне. Это 15 лет она такое говорила. Это нормально? Если родители были в шоке от творчества сына, то гражданскую жену все устраивало. Точнее, устраивали те деньги, которые начал зарабатывать Трахтенберг. По мнению родителей, Елена его особенно не любила, только пользовалась. Когда они поругались, Лева говорит, Лена, ты уйди от него с ребеночком. И все наладится. Она говорит, а на что я жить буду? Она говорит, Лева говорит, так Рома вас не оставит, он приедет сразу за вами. Ты не думай, он ребенка никогда не бросит. Обязательно придет, поможет. Она говорит, нет, нет, он пускай меня обеспечивает. И Роман старался. Эксплуатировал свою маску Фрика по полной. Он выпустил несколько аудиосборников анекдотов с нецензурной лексикой, озвучил закадровый текст в порнофильме и на полном серьезе хотел там даже сняться. Но, как говорится, фигурой не вышел. Он был артист, как и положено. Он мог и то, мог и это. Он был достаточно интеллигентный и неглупый человек. И, в общем, талантливый, потому что он реально перевоплощался. Возможно, он стал известен именно на волне вот этой незамысловатых анекдотов. Но, на самом деле, он, конечно, был способен на большее. Слава шла впереди героя. И вскоре Трахтенберга пригласили в Москву. Но это разрушило его гражданский брак, а позже, по сути, погубило шоумена. Творчество Трахтенберга многие называли верхом пошлости. Взять хотя бы телешоу «Деньги не пахнут», где он был ведущим. Вы смотрите шоу о человеческой жадности «Деньги не пахнут». Роман придумывал участникам самые мерзкие конкурсы. Сопровождая их выполнение сомнительными шуточками. Это она тащит презервативы, как вы сами видите. А денежек я пока не видел. Трахтенберг сам выбрал себе эту маску пошляка. И со временем сросся с ней. В этом была большая проблема. Ведь в жизни Роман был другим. Он никогда вот в жизни не говорил ни одного бранного слова. Он был очень культурный, интеллигентный, скромный. Ну, скромный это условно как бы. Ну, то есть вот в компании среди людей, коллег и людей своего круга, когда он не тянул на себя одеяло и не слишком там как бы старался как-то выделиться или выпендриться. У него было все. Слава, деньги, поклонницы. Но именно на самом пике своей популярности Роман впал в депрессию. В начале он, как сам говорил, получил нож в спину от своей гражданской жены Елены. После 15 лет совместной жизни она бросила его, отказавшись переезжать из Питера в Москву. Жена, это же друг, должна быть. Она полностью отсутствовала. Там полностью отсутствовала. Но могла играть такую роль. О, Лев Глебович, вы сделали так, что на меня все пальцем тыкуют. Так ты, гадюка, получай. И все передачи, которые я выступаю, я везде их исполняю. Везде. И совесть моя чиста. Трахтенберг сильно переживал этот разрыв, хоть и не подавал виду. Ведь ему пришлось оставить не только жену, но и ребенка. Мне кажется, он вообще однолюб. Мне вообще кажется, что вот он первую свою жену, которая, вот, и мать его ребенка, и все это. Мне кажется, он ее вообще всю жизнь-то и любил. Сегодня многие звезды переезжают из Санкт-Петербурга в Москву за большими деньгами и славой. А вот знаменитости постарше, родившиеся в северной столице, остаются верными родному городу до конца. Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Анна Ковальчук, Борис Смолкин, Александр Розенбаум. Все они не переедут в Москву ни за какие коврежки. Но коль выпала мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной. Не стремится в столицу и Михаил Боярский. Приехать поработать – это пожалуйста. Но жить в Москве я бы не смог, признается актер. Впрочем, по молодости он заглядывался на столицу. Но его жена Лариса Лупиан сказала, что ни за что не переедет в Москву. И Михаил послушался. Я боюсь. Вот она мне руководит. Сегодня вся семья Боярского живет в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что его дочка Лиза вышла замуж за Максима Матвеева, который давно обитает в Москве. Свадьбу мы сыграли очень быстро, поняв, что у нас есть один-единственный выходной, когда мы совпадаем. И организовали свадьбу за две недели, за три недели. То есть это очень быстро, стремительно было. И также стремительно на следующий день после свадьбы мы разлетелись по разным съемочным площадкам. Боярский думал, что дочка переедет в столицу. Но все вышло наоборот. Это Максим Матвеев. Переехал из Москвы в Санкт-Петербург ради жены. Слушайте, это же нормально. Это же хорошо, когда твоих детей любят. Ну разве это плохо? А вот семью Трахтенберга переезд в Москву разрушил. В столице Роман начал карьеру как свободный от семейных уст человек. И очень быстро стал знаменитым на всю страну. Он вел телепрограммы и радиоэфиры. Потом открыл свое кафе в центре Москвы. Так и назвал его Трахтенберг-кафе. Высокохудожественное шоу на основе отборного мата и нахального стриптиза. Так сам Роман его рекламировал. Я была даже у него в баре, был такой на Ленинградке бар. Там, вот как у меня здесь картина, тоже на всю стену. Значит, он там, что-то там такое. Какие-то бутылки, все это. Ну то есть люди бухали и матерились. Нормально. Витала трещину и еще больше стал похожа на жопу. Роман Трахтенберг абсолютно был ребенком своего времени. Таким успешным ребенком, который, как бы, имеет свою долю славы и достаточно большую. В 2005 году вход туда стоил 3000 рублей. В нынешних деньгах это почти 10 тысяч. В своем кафе Трахтенберг устраивал самые непотребные шоу. А еще Роман часто вел корпоративы за совсем не смешные гонорары. Когда он уже приехал в Москву, вышел на новый уровень. И там уже, конечно, выстроилась очередь желающих с ним пообщаться. И все хотели его на гастроли. Я не думаю, что он там дешево стоил, потому что клубом такого героя только подавай. Очень скоро Трахтенберг стал сказочно богат. Он с удовольствием демонстрировал свой достаток. Дома у него стоял большой сундук, набитый мелочью. А в прихожей красовался настоящий трон. Денег было столько, что Трахтенберг смог купить 7 квартир. Я помню, он очень хотел Бентли. Он говорит, я так хочу Бентли. Я, конечно, могу купить подержанную, но мне надо, чтобы у меня была такая вот моя собственная новая Бентли. Такое ощущение, что Трахтенберг пытался выжать максимум из своего образа. Заработать как можно больше, пока, как говорится, people have it. Чтобы потом можно было, наконец, снять маску фрика. Со временем Трахтенберг устал от своего образа. Он хотел развиваться, делать совсем другие проекты. Он говорит, да, все, я от этого отхожу, больше этого не будет. Я придумал новые программы. Ну, это как раз перед смертью сказал, что я приеду, вам расскажу. На 10 лет вперед придумал программы. И на радио, и на телевидении. Говорит, вам понравится. Я говорю, хоть культурные мы сможем смотреть. Он говорит, да, вам понравится очень. Он так хотел показать себя с совсем другой стороны. Но оказалось, что другой Трахтенберг никому не нужен и не интересен. Зритель ждал от романа привычной пошлости. Артисты часто становятся заложниками своего образа. Алексей Булдаков прославился, когда сыграл генерала в фильмах о национальных особенностях охоты и рыбалки. А рыбы здесь нет. Практически нет. Случайно, повезло. Рыба есть. Ловить надо уметь. После Булдаков сыграл немало ролей. Но все хотели видеть только полюбившегося генерала, мастера коротких тостов. Ну, за разум. За истинных женщин. За спасение. За рыбалку. Ему это не нравилось. И деваться было ему куда. А я считаю, что это наоборот. Это говорит о том, что этот персонаж вошел в сознание людей, вошел в мысли людей, в их чувства, ну, как народный образ. Владимир Ипис-Копосян в шутку называет себя заслуженным трупом России. Он сыграл в кино десятки бандитов, которых чаще всего убивают. Какими только способами не убивали. По-моему, режиссеры изощрялись покрасивее его. И в пропасти, и сгорал, и взрывали, и резали, и тонул, и топили меня. Кстати, в жизни актер – милейший человек. И к своим кинообразам относится с юмором. Уже привык. Сначала я где-то, может, психовал. Было обидно. Которые меня не знали, тебя с ужасом. Ты только хочешь что-то спросить, типа, который час, или где здесь как пройти. Уже след простуды. Что же, елки-палки? Ну, ничего. Это такие мелочи бытов, что я к этому привык. Не может выйти из образа простой деревенской тетки и Татьяна Кравченко. Сыграв в сериале «Сват» и «Валюху», актриса стала знаменита на всю страну. Но эта роль, в свою очередь, сыграла с ней злую шутку. Теперь режиссеры предлагают Кравченко однотипные роли. А она мечтает сыграть что-то совершенно иное. «Звезды из меня не вышло». Утром не проснулась Наташа Ростовой. Так сказать, все, кануло. Ну, ладно, я это пережила. Пошла дальше. Трахтенбергу тоже стало тесно в образе пошляка. Он хотел показать себя совсем другим, но не успел. Здравствуйте. Я хотел бы составить завещание. Нотариус был явно удивлен. И не только тем, что узнал в клиенте известного шоумена Романа Трахтенберга. «А вам не рановато?» – попытался он пошутить. Самое время. Трахтенбергу было явно не до шуток. Кто в 40 лет задумывается о смерти, а уж тем более составляет завещание? Но Роман будто предчувствовал, что жить ему осталось недолго. В конце 90-х, начале 2000-х, Роман Трахтенберг был на пике славы. Созданный им образ фрика приносил огромные деньги. Их просто некуда было девать. Казалось бы, уже столько денег не потратить, не проесть, не пропить, не знаю. Все равно все мало и мало. Но счастливым Роман себя не чувствовал. Ему ужасно надоела маска Пашляка. А как существовать без нее, он не знал. Просто время прошло, и он понимал, что время уходит. Что вот эти вот все сисиписи, что называется, они уже все, это прошлый век. А он другого ничего не может. Он был вот в этом раздрае. Этот раздрай Трахтенберг глушил алкоголем и наркотиками. Все это, конечно, не могло не отразиться на здоровье шоумена. К тому же, в последние годы Трахтенберг маниакально хотел похудеть. И Роман пришел ко мне. Очаровательный пушлячок. Он с порога мне сказал сразу, что ему важно потерять лишние килограммы. Всего того, что он не только работает на радио, он ведет мероприятия. Очень много приходится двигаться, танцевать, проводить сутками время на ногах. И ему стало тяжеловато. У него появляется одышка. И это меняет его качество жизни. Но взялся он за это дело слишком рьяно. Он очень там что-то похудел на, по-моему, на 40 килограмм за полгода. Я говорил, что это очень, может быть, опасно. Я говорю, ты там проверься и сделай себе полное исследование сердечной мышцы. Потому что при таком сильном, резком похудении очень бывает истончается сердечная мышца. Роман Трахтенберг так кидался в крайности, будто хотел намеренно укоротить свою жизнь, которая стала ему не в радость. Он хотел чего-то другого. Например, вести серьезную программу, приглашать на интервью интересных людей. И незадолго до смерти его мечта сбылась. Он запустил на радио программу «Трахты-барахты». В гостях у Романа побывали Мария Арбатова, Илья Авербух, Юрий Николаев. Я люблю прямые эфиры. Люблю вопросы, которых я не ожидаю. От него можно было ожидать, не ожидая мои вопросы. Это то, что меня подкупало. И посмотреть, насколько мой юмор соответствует тому эфиру, который он делает. А еще Трахтенберг снимался в кино и играл на театральной сцене. Например, в «Антрепризе» вместе с народной артисткой Ириной Мазуркевич. Зрители валили валом. Дело в том, что этот спектакль и так пользовался, и пользуется большой популярностью и успехом. Но когда он играл, всегда были аншлаги. Но аншлаги были, потому что зритель опять получал от Трахтенберга то, к чему привык. Сальные шуточки и прочее. Роман смеялся, но в душе ему было обидно, что в нем не видят настоящего актера. Вот и в кино его звали только на определенные роли. Как, например, в фильме «Звездный ворс». По сути, предводитель банды таких уродов с планеты, такой, как генналистической планеты, таких гаражей, вот таких вот совсем каких-то таких полубандитов, полукаких-то работников автосервиса, вот такого плана. У них был свой предводитель культовый такой. Ну, такой совсем вот уже запредельный урод. А кого можно пригласить на роль запредельного урода? Ну, конечно же, Трахтенберга. Иди, я тебя помну! Я тебе! К тому же времена изменились. К Трахтенбергу стали терять интерес. Его перестали приглашать на корпоративы и ток-шоу. Появились новые стендаперы. А материться теперь мог каждый на своем YouTube-канале. Все это довело Трахтенберга до депрессии и даже попытки самоубийства. Знаменитостей, которые пытались свести счеты с жизнью, немало. Режиссер Валерия Гай-Германика была госпитализирована с сильнейшим отравлением. Она выпила большое количество снотворного. Причину своего поступка девушка не объяснила. Певица, актриса Елена Перова пыталась порезать себе вены. Она находилась в депрессии из-за расставания с любимым человеком. Но, поранив руку, Перова испугалась. Сама перевязала рану и приехала в больницу. Это они меня считали психом таким занятным. Испытывали меня. Василий Степанов, звезда фильма «Обитаемый остров», выбросился из окна. Он чудом остался жив. Молодой актер давно находился в депрессии. После премьеры «Обитаемого острова» он не ожидал такого ажиотажа вокруг своей персоны. Это ему совсем не понравилось. Да и сами съемки в кино актер воспринимал как страшный сон. Вы не представляете, когда человек совсем не подготовлен, совсем не знает Азов, как... И когда ему говорит режиссер, не слышал этих команд, не понимал. Его роль была скорее мучением, чем работой. После падения Степанов выжил. Он лечился в клинике неврозов, а позже врачи диагностировали у него шизофрению. Романа Трахтенберга довело до попытки самоубийства любовное разочарование. Его девушка ему изменила. Марина такая была красивая девочка, приятненькая. И все. Он пришел, а она, оказывается, с другим человеком там встречалась. И он ее выгнал из Москвы. Говорит, я остался один. В расстроенных чувствах Роман позвонил бывшей гражданской жене Елене. Попросил приехать, поддержать его. Но Елена отказалась. Тогда Роман сказал, что покончит с собой. Об этом разговоре узнали родители и тут же примчались к нему. Трахтенберг уже успел наглотаться таблеток. Но папа с мамой вызвали скорую и спасли сына. Я говорю, Рома, ты такой хороший. Тебя все любят. Найдешь еще себе. Не волнуйся. И он нашел. Незадолго до смерти Трахтенберг впервые женился официально. Его избранницей стала Вера Мороз. О, Верочка, как я вот. Верка готова жить. Красивая девочка, красивым платьем. Пойдем в театр, мне все будут завидовать. Они познакомились в интернете. Трахтенберг написал, что ищет невесту. А Вера откликнулась. Романа очаровала красота новой знакомой. Девушке в то время исполнилось 19 лет. Она училась в медицинском вузе. Юная студентка оказалась на 17 лет моложе Романа. То, что было на моих глазах, он Веру обожал. Он ей покупал все, что можно было купить. По подарками баловал ее постоянно. И он даже обдумывал серьезно, как сделать брачный контракт с ней так, чтобы она от него никуда не делась. Потому что она говорит, я-то уже старею, а она такая красавица молодая. Я хочу, чтобы она была со мной всегда. Смотри, какая классная шубка. Показывала Вера фото из каталога. И завтра меха уже были на ней. Ой, я тут такие красивые бриллиантовые сережки видела. Молодая жена еще не успевала договорить, а Роман уже бежал заказывать драгоценности. Окрутила провинциалка богатенького Трахтенберга, шептались за спиной у шоумена. Он и сам понимал, что друзья правы. Но так хотел верить в любовь. Когда пожил, он говорил нам, не знаю, как от нее избавиться. Глупейшего! Из глупейших вообще! Я Роме говорю, Ром, ну как так вообще? А он говорит, ну вот как так, ошибка такая. Тело понравилось, тело пел. В браке с Верой Роман даже мечтал о ребенке. Детей он любил. Никогда ни в чем не отказывал своему сыну Льву Давиду. Всегда общался с ним. А за два года до смерти узнал, что у него есть еще один сын. От короткой внебрачной связи, когда Роман служил в армии в Красноярском крае. Парень нашел его после смерти матери, которая сильно пила. Ему было 22 года. И Трахтенберг принял его как родного, безо всяких экспертиз ДНК. Как может характеризовать человека, который принялся с любого своего ребенка? Как отличного человека, который прошел испытания на прочность. Потому что, опять же, без фамилии, сколько есть историй, когда люди там отказываются. То есть более милые по своему сценическому образу. Он устроил Сергея в престижный вуз. Каждый день давал деньги на карманные расходы и купил ему квартиру. Все такое же. То есть вот он брал чисто как себе. Что ты имеешь в виду? Ну, у него двери той же фирмы, там даже унитаз с этой опускающейся медленно крышкой, там все вот эти понты, холодильник той же фирмы, да, там за тысячу евро, по-моему, или за полторы, ну, короче, все так дорого, стильно. Принял своего внебрачного сына и Михаил Пореченков. С мамой Володей актер расстался, когда тот был совсем маленьким. В следующий раз отец и сын увиделись через много лет. Пореченков постарался наверстать упущенное. Он перевез парня в Москву, помог ему с жильем, с учебой. Владимир Любимцев, фамилию он оставил мамину. Стал актером, как и отец. Да, да, растет смена. Ну, то, что смена, пускай рядышком сначала постоят, потом уже, когда мы сойдем совсем, пожалуйста. Есть внебрачная дочка и у Дениса Клявера. Она появилась на свет в результате романа артиста с Евой Польной. Конечно, я обожаю детей, мне трое детей. Это самое главное в жизни, безусловно. А вот Анатолий Журавлев от своей внебрачной дочки поначалу открестился. Ее родила актриса Татьяна Шитова. Но Журавлев девочку не принял, ведь он был женат. Сделал вид, что ни при чем. Велик соблазн, когда мужчина в браке, а на стороне какая-то женщина беременеет, очень велик соблазн, забыть про этого ребенка. Знаете, такой механизм отрицания. Нет ребенка, не вижу, не помню. И вроде бы все хорошо. Но со временем сердце Анатолия все же дробнуло. Он признал дочку и стал с ней общаться. Роман Трахтенберг был счастлив, что у него появился еще один сын. Он мечтал о большой семье, но этим мечтам не суждено было сбыться. Роман Трахтенберг выстроил себе репутацию веселого шоумена-антигероя. Неприятного и при этом народного. Но эта маска в итоге ему надоела, а сорвать ее было уже невозможно. Никто не верил в культурного Трахтенберга и слушать его без мата не хотел. Давайте представим, что, например, действительно Роман приходил домой, преображался примерно. Снимал бороду, эту приклеенную свою, скручивал очки, расчесывал волосы, значит, выдыхал с облегчением. Говорил, фух, ну наконец-то, голубчики мои, я такой, какой я есть, пойдите ко мне все. Я такой милый и позитивный. Народ бы, наверное, не принял. Все последние годы своей жизни Роман пытался сломать образ Шута и Пашляка, а еще пытался похудеть. Мне понравилось работать с ним. Более того, он сказал, что мне готова будет помочь жена. И Роман, как очень пунктуальный человек, он пошел, 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 выполнять эти рекомендации. И изо дня в день мы увидели результат, который нарастал. Результат нас это радовало. Трахтенберг радовался новому телу. Но его друзья считают, что именно такое резкое похудение и привело к проблемам со здоровьем, которые стали для него роковыми. К тому же надо прибавить далеко не самый здоровый образ жизни Романа. Алкоголь и, по слухам, даже наркотики. Снимать стресс каким-то образом надо. Да, и вполне возможно, что я свечку не держала. Но вполне возможно, что... Дело потому, что ты так вроде, ты такой и худой, и веселый, и молодой, и задорный. Вседозволенность 90-х наводнила страну наркотиками всех сортов. Многие звезды не избежали этой зависимости. Мало кто тогда разбирался в запрещенных веществах. Употребляли все подряд. Сожрали, что-то пробовали, закидывали с чем-то грибами, какую-то херню, какой-то химии. То есть это было влияние времени, это было модно. Это было такое ноу-хау, прям модно. Прям надо пойти что-то срочно сожрать. А ты пробовал вот это, а вот это ты пробовал. Знаешь, как будто конфеты. Из-за наркотиков потеряли своих сыновей актрисы Нонна Мордюкова, Светлана Дружинина, Любовь Соколова и Наталья Кустинская. Певцы Юрий Хой, Михей, Михаил Горшенев. В их ранней кончине тоже были виноваты наркотики. Я был на волоске, ну раз в десять. Почему? Ну почему? Мне повезло так. Ну, наверное, не повезло, а я из-за детей привел себя в чувства. Со временем многие артисты смогли избавиться от страшной зависимости. Но употребление наркотиков ни для кого не проходит бесследно. 20 ноября 2009 года Трехтенберг вел прямой эфир на радио. В гостях у него был Юрий Николаев. А у нас в гостях телерадиоведущий, народный артист России Юрий Николаев. Здрасте, здрасте, Роман. Буквально за час до своей смерти Роман пошутил в эфире, что хотел бы умереть на сцене. А перед рекламной паузой он пообещал слушателям, «Я еще вернусь», однако не вернулся. Я вижу, он вышел из студии, и когда вернулся, я спрашиваю, что случилось? Он говорит, да, я себя неважно чувствую. Мы продолжили разговор, провелся эфир, это был прямой эфир. И перед началом второго перерыва я говорю, «Роман, ты бы вышел на воздух, когда подышал, будет намного легче». Он опять выходит из студии туда, в аппаратную, я вышел вслед за ним. Смотрю, ему совсем не очень хорошо. Вот он куда-то вышел подышать, к форточке. Трахтенберг не смог довести эфир до конца. Позже, когда Юрий Николаев уже уехал, Роман упал без сознания. Коллеги вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Юрий Александрович, перед вами и перед слушателем хотел бы извиниться, потому что Роме стало неважно, и он пошел к окошку подышать воздухом. Да, я видел, да. Надеюсь, что все нормально. Да, я думаю, что все будет хорошо, сейчас приедет скорая помощь, и все будет, ну, бывает со всеми. Я сел в машину, уже еду домой, и то ли я позвонил, либо мне позвонили, и сказали, что Роман скончался. То есть буквально после окончания эфира, ну, прошло там сколько? Ну, максимум 20 минут, может, 25, я думаю, даже меньше. Это было, конечно, вот так. Ну, это шок был, конечно, для всех шок. Диагноз врачей – острый инфаркт миокарда, кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца и дистрофия печени. А ведь Трахтенбергу был всего 41 год. Получилось так, что через несколько лет на вызов ко мне приехал врач скорой помощи, который ввез как раз Романов в тот вечер. И он мне рассказал, что когда было вскрытие, что его внутренние органы выглядели примерно так, как человек 70-80 лет. То есть он внутри был, судя, ну, по физическому состоянию, был намного старше своих лет. Вот такой изношенный, скажем так. То, что касается памятника, я хотел, я, это мой проект полностью, во весь рост, живое в движении, вот, и обязательно написать фамилию, которая существует у него, это Горбунов Львович, Роман Львович, вот. А внизу, пожалуйста, делаем что угодно – Трахтенберг. Эта фамилия теперь навсегда останется с Романом. И навсегда останется синонимом пошлости. Трахтенберг успешно играл роль циника и фрика. И ушел из жизни под этой же маской. Хотя очень хотел начать совсем другую жизнь. Но не успел.